70 процентов деток заражены лимблиозом. Есть анкилостомы, аписторхи, бычьи цепни, алямбли. Это очень сильно воздействует на разные органы. Дельматиты, атиты, сколиты, гастриты. На сегодняшний день это самое мощное такое антигемитное средство. Сейчас давайте поговорим, зачем же они нужны, зачем так необходимо это делать. Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня тема щепетильная, спорная, но в моем случае именно с нее началась дорога в изучение воздействия биологически активных добавок на организм. И случилось так, что у своей младшей дочери я обнаружила гельминты. Причем всегда знала, что у многих деток они есть, сталкивалась с этим. Относилась к этому довольно спокойно, но когда увидела определенную реакцию на теле дочки, на казалось бы безобидного с виду гельминта, пришла в некий шок и начала искать выход. На тот момент ей было почти 3 года. Но, как говорится, когда ты готов услышать, к тебе приходит всегда нужная информация. Есть скоро 7, но с 3-х летнего возраста мы раз в квартал обязательно проходим антипаразитарные программы. Сейчас давайте поговорим, зачем же они нужны, зачем так необходимо это делать. Кстати, я подготовила чек-лист детской антипаразитарной программы. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам в конце, как его забрать. Мы очень редко с вами связываем детские простуды, слабый иммунитет, плохой или слишком хороший аппетит с тем, что у ребенка могут быть острицы или те же лямбли. 70% деток заражены лямблиозом. Это очень сильно воздействует на разные органы, в том числе на печень, на желчные протоки. И часто следствием инвазии является проявлением таких вещей, как дельматиты, отиты, колиты, гастриты, нейродермиты, различные аллергии. И, соответственно, мы начинаем лечение конкретно вот этих симптомов. Часто родители годами занимаются лечением аллергии, и только когда начинают проводить органические антигельминтные программы, наблюдают, наконец-то, положительную динамику. Причем не с первого раза, то есть это нужно делать длительный, определенный длительный период. Тут еще такой момент. Очень сложно по анализу кала определить наличие гельминтов. Ну, во-первых, он должен быть обязательно свежий. И сдавать его нужно довольно часто, это все сложно. Самый эффективный способ обнаружить гельминтов, это сдать анализ крови. Какие симптомы говорят о наличии гельминтов? Ну, во-первых, вы замечаете, что у малыша ночью течет слюнка. Он потеет, он скрежет зубками, причем это тоже по ночам все происходит. Он чешет попку, то есть у него болит животик. То есть эти все симптомы говорят о том, что в 99% случаев есть гельминты. И даже если вы правильно сдали, она рискала, то можно определить одного из сотни глистов. Когда ребенок болеет, первое, что приходит нам на ум, покормить его витаминами. Но если внутри его живет аскорида, а мы покормим ее витаминами, она будет жить в три раза дольше. Ведь ее любимые лакомства, витамины, минералы, быстрые углеводы, все сладкое. Этим обязательно нужно проводить антипаразитарные программы. И при этом очень важная вещь, важное условие. Гельминтов нельзя убивать. И поэтому все химические препараты несут серьезную опасность для ребенка. Если представим гельминта, он живой, и мы живые. Если что-то убивает глистов, то это что-то наносит серьезный вред и нам. Это абсолютно объясняет факт, что у многих препаратов есть ограничения. Например, принимать одну штучку, написано в упаковке, или принимать максимум три штучки за курс, иначе можно сильно навредить. Листам нужно в первую очередь создавать условия, чтобы им стало некомфортно, и чтобы они покинули ту территорию, на которой находятся. Есть различные травы, приправы, которые способны их выгнать. Но ребенку дать красный перец, дать чеснок, дать ту же полыню, пижму, крайне сложно. И практически все приправы имеют, обратите внимание, глистогонное действие, а не глистоубивающее. Глисты имеют разум, и они уже приспособились к жизни внутри нас. Если представить, например, аскориду, она за день выпивает 40 мл крови. Понимаем, что сейчас огромное количество деток страдает анемией. Для того, чтобы определить наличие аскориды, нужно трехкратно каждый день в течение 21 дня сдавать кал на яйца глист, так как она размножается один раз в 21 день. Что же касается мытья и обработки продуктов с огорода, это все вот условно. Мы думаем, что мы моем. Для того, чтобы вымыть тот или иной фрукт, зелень, петрушку, укроп, клубнику, нужно ее сначала замотивить, подержать немножко в воде, добавить немножко уксуса, еще подержать в воде, потом еще раз хорошо сполоснуть под проточной водой. Смотрите, личинка аскориды, которая к нам попадает зелеными листьями укропа, она проникает через желудок, прогрызая его, проникает в печень. Потом по лимфатической системе она проникает в лимфоузлы в районе легких и начинается кашель. Ребенок кашляет, кашляет пару месяцев, пока личинка аскориды не созреет и потом прогрызает лимфоузел, попадает в мокроту и тут два пути. Если ребенок его выпрыгнет, с мокроты эта личинка и выйдет. То есть если проглотит, она опять попадет в желудок и там уже будет развиваться до половозрелой особи. И можно дальше развивать эту тему бесконечно, потому что глистов огромное количество, и у каждого есть свои нюансы и особенности. Есть анкилостомы, аписторхи, бычьи цепни, алямбли. Они по-разному размножаются, у них разное место локации. И первопричина огромного количества проблем в различных органах и тканях является как раз гельмин. Нам нужно научиться защищать себя и наших деток. И частично обезопасить себя. Например, если взять те же бананы, которые везут из экзотических стран. Их везут на палубах, где бегает огромное количество грызунов, разных крыс. Они писают и какают на эти бананы. И, кстати, это касается и цитрусовых. То есть если вы кормите деток цитрусовыми бананами, обязательно мойте перед тем, как очистить кожуру. И через них может попасть внутрь серьезная инфекция, сальмонелла, дизендерия. Провести антиглементную программу ребенку задача непростая и требует определенных усилий. Моя практика показывает, что мало просто грамотно подобрать антиглементные добавки. Нужно еще обязательно подобрать меню. То есть это важно. И найти альтернативу сладостям обязательно. Договориться с малышом. Договориться это очень важно. Объяснить ему важность самого мероприятия. Показать выгоду. Например, пройдешь антипаразитарную программу, мы с тобой запишемся в бассейн. И будем чаще выезжать куда-то за город, на природу, так как наш иммунитет станет крепче и нам не страшны сопли и простуды. Выдержать детям 21 день крайне сложно, поэтому в идеале спланировать всем где-то 14 дней. И так конкретно. Для детей нужно всегда подбирать безопасные и действующие средства. В период антипаразитарной программы нам нужно не кормить ребенка продуктами, содержащими мед и сахар. То есть нужна определенная диета. То есть нам нужно убрать все, что с белой мукой, с глютеном. Нужно убрать молочные продукты. И ставим акцент на продукты, которые имеют антиоксидантное действие, фитонцидное действие. К фитонцидам относятся тот же лук и чеснок. Это природные антибиотики. Продукты, которые содержат белки, витамин, клетчатки, минералы, углеводы. Добавить продуктов с клетчаткой нужно достаточно много. Обязательно нужна щелочная вода. Я использую в своем случае продукт Coral Mine. Он обогащает воду витаминами, минералами. Она нужна, чтобы не было аллергии, для нейтрализации вредных белковых токсин, которые выделяют гельминты. Нужно пить ее в норме 30 мл на 1 кг вес. Дальше. Черный орех. На сегодняшний день это самое мощное такое антигельминтное средство. Нем пользуются все известные гельминтологи, натуропаты. Можно загуглить и почитать о его пользе и эффективности. Итак, листья черного ореха нам нужно принимать по одной капсуле 2 раза в день во время еды. В черном орехе большое количество такого вещества, как юглон. Есть дубильные вещества, эфирные масла. Они очень хорошо воздействуют на остриц и аскорид и способствуют их выводу. В то же самое время, именно черный орех обладает антиоксидантными действиями. В нем также большое количество витамина С, что обеспечивает ребеночку защиту. Дальше. Переходим. Папайя. Есть такой продукт, как папайя. Это фермент. Нужно его кушать в период антипаразитарных программ по одной штучке 2 раза в день во время еды. То есть он также участвует хорошо в расщеплении яйца глист. Это отличный фермент. Фермент он сладенький. Детям очень приятно его кушать. Дальше. Бекурунгу. Бекурунгу используем по одной штучке 2 раза в день после еды. Бекурунга восстанавливает микрофлору, улучшает усвоение питательных веществ, стимулирует выработку интерферона. А это главный защитный белок в нашем организме. Улучшает пищеварение, предотвращает аллергические реакции, укрепляет иммунитет. Очень важно применять ее в период антигельминных программ. Причем она приятная на вкус. Она такого кефирного вкуса. В ней есть лактобацилы, что тоже очень важно. Дальше. Переходим. Белый уголь. Добавляем белый уголь. Это сорбент. То есть его нужно применять 2 раза. 1 раз утром за 30 минут до еды и вечером перед сном. То есть что делает сорбент? Связывают гельминтные токсины и в период антипаразитарных программ будет помогать выводу токсинов. То есть вот потому что непосредственно активированный уголь, он не переваривается. Но он будет хорошо предупреждать интоксикацию. Это абсолютно эффективные и безопасные продукты, те, о которых мы с вами только что поговорили. Они не наносят вред детскому организму. Они хорошо работают на создание этих самых некомфортных условий для деток. И легко применяются. Минимальный срок антипаразитарной программы для деток 7 дней. Лучше, конечно, 14. И потом через 21 день повторить процедуру, так как гельминты, которые попали в организм во время дегельминтизации, начнут повторный курс так называемой реинвазии. И таким образом мы еще раз снизим их популяцию, усилим антигельминтную защиту. Для того, чтобы забрать обещанный чек-лист с расписанной детской антигельминтной программы, поставьте плюсики в комментариях под этим видео. И я обязательно вам отправлю его лично. И всем, кому интересно проверить лично себя, своих деток, своих близких, на присутствии гельминтов, я подготовила простой тест, который закреплен в комментарии под этим видео. Можете его пройти. И это займет всего лишь одну минутку. Это очень удобно, быстро, и вы будете видеть реальную картинку. На этом у меня все. Будьте здоровы, берегите себя и своих деток. До встречи в следующем видео.